приветствую вас друзья мои с вами Садридин сегодня я хочу провести тест опять же на смешивание цветов всех которые имеются в этой краске с краус арт это краски малоизвестной компании но это мои первые краски которыми я начал вхождение в акварельную живопись они не токсичны и поэтому я тогда выбрал эти краски состоящие из 12 цветов сегодня буду проводить тест на смешивание этих цветов с марсом черным это краска японской компании turner arts вот с ними я буду смешивать и получать грануляции я это посмотрел одном из видео в ютюбе и решил сам тоже проверить с моими красками с моими обыкновенными красками при смешивании я смогу ли получить такие же гранулирующиеся смеси это мы сейчас проверим с вами вместе оставайтесь со мной я вот подготовил бумагу расчертил таблицу чтобы вот на такие большие ячейки нанести каждый цвет этих красок которые у меня имеются scrolls art я сюда нанесу краски а посредине я нанесу краску mars black нанесу сюда и вот отсюда будет видно что какую иметь текстуру марс black и здесь верхнем отсеке будет значит у нас натуральный цвет красок scrolls art а вторая половина будет смешанные цвета с марсом черным итак начинаем слегка я выдавливал марс черный сюда этого думаю будет достаточно я выдавал немножечко а Субтитры создавал DimaTorzok Вот какая она получилась с грануляцией. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Подведя итоги, я хочу сказать, что краски Turner Artist, Mars Black, когда их сами разбавляешь водой, больше водой, грануляция идет лучше. Но действия на другие краски есть в какой-то степени. Да, есть. Но они меня особенно не впечатлили, как гранулирующиеся краски компании Daniel Smith. Ну вот, с серельным блю и с фталоблу с зелеными цветами. Грануляция идет хорошо. Видно хорошо. С желтой краской и с оранжевой. А в других цветах не особенно. Малозаметная грануляция с цветом сепия, нюор. Ну, и вайла тоже заметна. Ну, со временем, вроде бы, грануляция больше проявляется, что ли, особенно вот с красной краской. И то ли я воды много добавил, но я особой грануляции не замечаю здесь. Ну, в общем, вот это все, что я хотел. Я хотел убедиться, что Mars Black компании Turner Artist влияет на грануляцию при смешивании с обыкновенными красками. Я в этом убедился. Действительно влияет. Но, мне кажется, гранулирующие свойства красок компании Daniel Smith намного выразительнее. Но, в любом случае, этим способом, если у вас нет красок компании Daniel Smith, можно добиться грануляции путем добавления к обыкновенному краскам краску Turner Artist Mars Black. Это краска японской компании. Я остальные цвета еще не купил. Но мне они, вроде бы, нравятся по наблюдениям. Поэтому я в дальнейшем попробую и другие цвета получить. И смешать со своими сородничьями, как говорится. Смешать. Может, там грануляция будет больше. Или еще соединить с другими красками, которые я уже приобрел. Но они находятся у меня по другому адресу. Я туда приеду. Когда я опять попробую, опять смешать. Те краски. Там у меня 6 цветов. Красок ГРЭМ. Я здесь разобью ячейки на меньшие. И сделаю тоже такой тест. На этом я пока заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. Если вам видео понравилось, ставьте пальцы вверх. Напишите комментарии. Что вы думаете по этому счету. Какие у вас есть предложения. Я буду только рад за ваше выражение своих мнений. До свидания. С вами был Сатрагин. Всего хорошего. Продолжение следует.